всем привет сегодня разберемся с микросхемой часов реального времени ds 1307 это очень простая дешевая микросхема не особо точная но для бытовых нужд вполне применимая выпускается микросхема в двух видах корпусов это дип и соп 8 также у китайцев есть довольно много различных вариантов модулей с этой микросхемой где распаяна уже вся необходимая обвязка так скажем и частенько на этих модулях также устанавливается микросхема и пром памяти но мы сегодня будем рассматривать именно микросхему ds 1307 это распиновка это типовая схема включения микросхемы из-за дата шита в обоих корпусах распиновка совпадает у микросхемы 8 ног 2 из них для питания то есть земля и плюс питания земля плюс питание питается микросхема 5 вольт линия из целых да для работы ношения и пусть и вот они они должны быть подтянуты к воспитанию через резистор x1 x2 для подключения часового кварца от точности этого кварца собственно и будет зависеть точность работая микросхемы выбор для подключения батарейки вот плюс батарейки подключается на выбор минус батарейки на общую землю и за счет этой батарейки микросхема питается пока вся остальная схема обесточена при этом потребляет микросхема очень мало меньше одного микроампера поэтому довольно долго может работать вот очень небольшой на батарейки и последняя нога это искала выход буду его так называть если он нужен для работы его также необходимо подтянуть плюс питания через резистор чтобы микросхема имела возможность менять логический уровень на этой линии эта таблица из таши то которая описывает регистры микросхемы всего их восемь адреса с 0 по 7 в этих регистрах все что нам нужно от этой микросхемы ну и как бы все что нам интересно и небольшое такое описание этих регистров нулевой регистр содержит старший бит ch этот бит включает выключает работу микросхемы с этим битом есть нюанс я чуть позже расскажу в чем дело в основном нулевой регистр содержат секунды и содержат секунды в двоичной десятичном формате то есть старшие вот эти три бита содержит десятки секунд младшие 4 бита единицы секунд первый регистр содержит минуты в таком же двоичной десятичном формате десятки единицы второй бит второй регистр это часы и здесь есть 6 бит который мы можем переключить так скажем формат отсчета часов 12 часовой формат и 24 часовой формат то есть до полудня после полудня у не принято поэтому этот бит я оставляю в нуле и пользуюсь 24 часовым форматом в этом формате 2 бита вот эти вот содержат десятки часов 4 младших бита единицы часов регистр 3 содержит день недели то есть номер дня недели это младшие три бита четвертый регистр содержит дату то есть тут опять же двоичный десятичный формат десятки единицы пятый регистр содержит номер месяца опять же в таком же двоичной десятичном формате один бит отвечает за десятки четыре бита за единицы шестой регистр это год также здесь у нас десятки здесь единицы и седьмой регистр по адресу 7 это настроечный регистр который собственно настраивает выход с кого я здесь четыре значащих бита мы их рассмотрим попозже взял старый проект из предыдущих роликов добавил сюда микросхемку ds1307 линию айту си подключил к отмеге 8 эту сда и сл подтянул плюс питание через 10 киловом в эмуляции у микросхемы работает только с лс до и выход здесь он назван с out в наташите с qv выход остальные ноги как бы в эмуляции участие не принимают поэтому я их никуда не стал подключать пока подключил только айту си взял также проект добавил сюда так скажем библиотеку айту си аппаратного или твой если смотреть баташек на от мега 8 есть несколько функций всего инициализация условия старт условия стоп запись байта и чтение байта и вот создал два файлика для того чтобы написать здесь функции для работы с ds1307 чтобы начать работать с микросхемой нам нужно выяснить ее адрес на на шине айту си у этой микросхема один адрес и хотелось бы его как бы обнаружить где-то на первой странице баташита где-то вот в этих заголовках но адрес обычно прячут подальше проще всего его найти вот в таких вот вот в таких таблицах где описывается работа по этусе вот он собственно этот адрес то есть адрес 7 битный и 8 младший бит это адрес на запись и на чтение то есть адрес на записи на чтение отличаются младшим битом я вот перенес это все просто в калькулятор у меня получился d0 16 ричная это адрес на запись и соответственно d1 это на чтение я это все определил дефайнами я обычно делаю таким образом адрес на запись адрес на чтение мне так просто удобнее можно использовать какую-нибудь такую вот конструкцию то есть адрес на чтение это адрес на запись плюс один ну мне кажется вот так вот будет нагляднее вот и второе что неплохо тоже выяснить это на какой частоте на какой частотой тактирует усея поддерживает микросхема вот здесь вот явным образом указано что ds 1307 поддерживает только стандарт мод то есть 100 килогерц фаст мод 400 килогерц микросхема не поддерживает вот поэтому у меня настройка тактирует происходит функция это синие и я настраиваю таким образом тактирование это си 100 килогерц и эту функцию я вызываю умение хотя могу сказать что по крайней мере это микросхема которую я мучил которую с которой экспериментировал на частоте 400 килогерц отлично работает без всяких проблем но будем использовать как бы информацию из дата шита то есть 100 килогерц вот и теперь уже можно собственно писать какие-то функции для работы с этой микросхемой и первая функция это запись байта то есть ds 1307 в рай 2 их назову эту функцию значит для того чтобы записать что-то в какой-то из регистров нам нужно передать микросхеме адрес этого регистра то есть нам нужно будет в качестве аргумента передавать адрес регистра в которые мы хотим записать собственно наш байт ну и сам байт который мы хотим передать то есть эта функция будет получать два аргумента адрес регистра и собственно байт который мы будем писать в этот регистр для начала нам нужно старта условие старт вызвать эта функция оси старт затем нам нужно передать адрес устройства на запись то есть вот этот адрес ds1307 в райд после чего микросхема ответит ну должна ответить нам после этого мы передадим уже адрес регистра в которой мы хотим писать и после этого уже передаем байт который мы хотим записать в эту в этот регистр и последним пунктом условия стоп вот собственно и вся функция которая нам должна записать в любой регистр микросхемы любой байт мы сейчас это проверим так нам нужно прототип функции вот сюда вот перенести и уже можно что-нибудь передать в микросхему мы для начала начнем разбираться с 7 регистром control регистр вот здесь и в даташике его более подробное описание у него четыре значащих бита ну и для начала вот этот самый простой бит 7 out вот здесь таблица которая поясняет как это все работает то есть если мы выставим в бит out 0 мы получим на выходе скв логический 0 если мы выставим в этот бит единицу то получим логическую единицу в этот же на этом же выходе вот я уже немножко изменил схему то есть этот выход я подтянул плюс питанию 10 килоом и подключил на него светодиод который будет работать светится в момент когда на этом выходе будет ноль логический то есть этот логический 0 будет засвечивать светодиод и такой blink напишем при помощи микросхемы так скажем то есть нам нужен 7 регистр первым аргументом 7 и 0 байт будем записывать 0 то есть все биты этого регистра выставим в ноль соответственно и бит out будет в 0 и мы должны получить логический 0 на выходе вот после этого мы установим паузу чтобы наблюдать это и после этого мы запишем опять же 7 регистром уже не 0 а нам нужно старший бит выставить в единицу это будет 16 личная 80 то есть мы вот этим вот действием должны выставить бит 7 бит 7 регистра в единицу остальные бит у нас останутся в нуле будут установлены в ноль и соответственно мы должны получить на выходе логическую единицу и тоже паузу скомпилируем и посмотрим будет ли это работать ну как видим светодиод мигает то есть мы меняем логический уровень на выходе искала наша функция работает теперь посмотрим на бит с кого и 4 бит 7 регистра микросхемы он отвечает за вывод на выход микросхемы частоты то есть вот табличке в момент когда мы выставляем этот бит в единицу уже неважно какое значение у нас в бите out находится то есть седьмом бите вот это иксом помечено мы получаем одну из четырех частот на выходе 1 герц 4 килогерца 8 килогерц и или 32 килогерца и эти частоты настраиваются битами rs1 rs0 то есть для того чтобы получить 1 герц нам нужно выставить битовского и в единицу rs1 rs0 в ноль то есть можно это сразу же сделать вот 4 бит выставляю единицу это 16 личная 10 вот это вот мы все удалим до основного цикла я это буду делать теперь 16 личная 10 передам в 7 регистр и мы должны получить такую же мигалку но уже за счет частоты один герц ну будем считать что мы ее получили если нужна какая-то другая частота из представленных ну давайте попробуем 8 килограмм 8192 килогерца получить rs1 еще нужно выставить в единицу это будет 16 личная 12 мы это сделаем и чтобы убедиться что получим ту частоту которая мы хотим светодиод я уберу потому что он уже не покажет нам ничего нам пригодится вот такой элемент протеуса сейчас посмотрим какую частоту мы получим мы получили 8 192 8 192 как и должны были то есть при помощи бита из к из q и мы можем вывести частоту на выход микросхемы саму частоту можем выбрать при помощи битов rs1 rs0 теперь напишем функцию которая будет что-то из микросхемы читать это будет у нас функция ds1307 read by ну то есть будем читать один байт из микросхемы нужно будет указать какой именно регистром мы хотим прочитать в качестве аргумента вот и эта функция у нас будет читать байт но читать регистр и возвращать его поэтому 8-битное значение эта функция будет возвращать вот такая функция у нас для начала нужно опять же указать с каким регистром мы собираемся работать микросхеме то есть повторить вот это вот все то есть условия старт далее передаем адрес микросхемы на запись и передаем номер регистра с которым хотим работать и после этого условия стоп вызываем то есть вот этими действиями мы указываем микросхемы и что хотим работать некоторым регистром и после этого нам нужно будет уже прочитать этот регистр снова условия старт вызываем передаем уже адрес на чтение и после этого микросхема нам отвечает и готова отдать указанной вот здесь вот регистр нам потребуется еще переменную здесь объявить куда мы прочитаем этот регистр white мы прочитаем айту серит уже применим с аргументом 0 то есть так как мы читаем один байт он первый и он же последний поэтому айту серит с аргументом 0 то есть без ответа но ask то есть это последний байт который мы принимаем от микросхемы если мы захотим принять несколько байт то только последний байт принимаем с аргументом 0 остальные с аргументом не 0 один там или больше так и собственно айту серсток передаем и после этого мы можем вернуть полученную вот это полученный байт вот таким образом должно работать мы это функции сейчас прототип поместим сюда заведу глобальную переменную просто для того чтобы протестировать можно было и в эту переменную я получу какой-нибудь регистр давайте получим минуты это первый регистр здесь укажу единицу первый регистр будем читать переменную дамп я здесь все сделал покрупнее 31 минута то есть вот в этой табличке указано внутреннее время микросхемы то есть 10 часов 31 минута 6 секунд 14 число 11 месяц 22 год и вот что мы получили в дамп десятичном виде 49 то есть у нас 31 минута мы получили 49 это как раз из-за того что данные в регистрах хранятся в двоичной десятичном формате то есть мы получили три старших бита это десятки минут четыре младших бита это единицы минут и чтобы это перевести так скажем десятичный вид нам нужно сделать следующее нам нужно содержание этого регистра сдвинуть на 4 вправо это будут десятки то есть мы как бы на 4 сдвигаем на 4 вправо вот таким образом старшие 4 бита у нас будут нулями старшие 4 бита переместятся в младшие 4 бита то есть мы получим таким образом количество десятков минут но мы их должны умножить на 10 чтобы получить в десятичном виде и нужно добавить сюда еще единицы минут для этого нам нужно отбросить просто старшую часть при помощи маски это сделаем вот таким образом то есть здесь мы вычисляем десятки получаем десятки а здесь мы просто добавляем к этому значению единица минут и в результате мы должны получить десятичное значение минут вот таким образом сейчас мы это проверим то есть минут 33 и в дамп мы получим 33 давайте секунды попробуем секунды быстрее меняются секунду это нулевой регистр та же самая ситуация читаем в дамп и переводим в десятичный формат вот 52 секунды если она не тикнула над не успела тикнуть мы в дамп получили 52 сейчас пять секунд в дамп мы пока ничего не получили вот получили пять секунд сейчас у нас 18 секунд вот получили 18 то есть мы уже читаем из микросхемы регистры и можем их конвертировать в десятичный формат но если это требуется теперь напишем функцию которая будет как бы устанавливать время в микросхеме ну будем устанавливать там не все на свете будем устанавливать часы минуты и секунды просто все остальное по аналогии делается назовем ее как-нибудь назову сад тайм мы сюда должны передать часы минуты и секунды причем передавать мы это будем ну в обычном десятичном формате а в микросхему мы должны записать в двоичном десятичном чтобы все корректно там тикала и работала вот часы и минуты и секунды мы будем передавать функцию а эта функция нам запишут это все в микросхему первое что нам нужно сделать это сконвертировать то есть давайте или давайте часы будут у нас аж минута м секунды с вот то есть секунды для начала склонвертируем что нам нужно сделать секундами нам нужно выяснить сколько в секундах десятков нам нужно для этого их поделить на десять и затем нам нужно это все сдвинуть на 4 влево то есть старшие 4 бита вот таким образом так вот это все скобочки возьмем их затем к этому добавить единицу секунд чтобы вычислить количество единиц нам нужно просто остаток отделения на 10 добавить то есть у нас получается что единицы будут в младших четырех битах десятки будут старших четырех битах вот таким образом мы секунду сконвертировали в тот в двоичное десятичный формат который и нужно для записи в микросхему то же самое сделаем с минутами и секундами и с часами этот у нас будет минуты соответственно минуты и часы вот таким образом мы теперь нам нужно все это записать в микросхему собственно но мы уже знаем что для этого нужно нужно условия старт и так далее то есть мы уже будем писать три регистра то есть номер регистра у нас будет начинать со секунд то есть они идут подряд поэтому мы указываем первый регистр и в него пишем секунды потом просто отправляем следующий байт это будут минуты и они будут записаны уже в нулевой регистр плюс один и потом часы отправляем то есть мы указали регистр скаток с которым хотим работать и отправляем три байта и каждый следующий байт будет записан в следующий регистр так как они идут подряд нам это удобно нам ничего больше делать нужно просто отправляем подряд три байта секунды минуты и часы вот собственно и все это уже должно работать сейчас мы это проверим нам дамп уже не нужен саттайм то есть ну давайте какое-нибудь время установим у нас идет часы минуты секунды 11 часов 11 минут 11 секунд но секунды тикают и пошел отсчет установим такое время запускаем запускаем это вот то что сейчас находится в микросхеме запись еще не произошла и вот произошла запись мы получили 11 часов 11 минут 11 секунд но секунды тикают и пошел отсчет времени давайте чем другое там скажем 23 часа 57 минут и 59 секунд в данном случае при каждом запуске микросхема получает время от компьютера то есть в железе она естественно от компьютера ничего получать не будет и там будет свое внутреннее время в данном случае 10 59 45 раз и получили 23 часа 57 минут 59 секунд и пошел отсчет то есть что у нас эта функция делает мы просто передаем в нее часы минуты секунды функция конвертирует это в двоичный десятичный формат и загружает это все в регистры микросхемы теперь напишем обратную так скажем функция будем получать время из микросхемы так как ну будем получать сразу часы минуты и секунды то же самое нет тайм так как функция может вернуть только одно значение поэтому мы будем передавать в качестве аргументов адреса переменных в которые получим часы минуты и секунды мы здесь также объявим переменные под часы минуты и секунды то есть эта функция нам будет возвращать часы минуты и секунды уже в десятичном формате ну удобо варимом так скажем это все не всегда требуется но сделаем так то есть что нам нужно сделать нам нужно опять же указать регистр читать будем опять же с нулевого регистра то есть начиная секунд а потом получим но уже не один байт а три сначала мы получим секунды здесь нужно с ответом это с ответом потом мы получим минуты то же самое все вид с ответом и получим часы часы это уже последний байт который мы получаем поэтому без ответа вот таким образом мы получим секунды минуты и часы в двоичный десятичном формате потом мы это все сконвертируем то есть нам нужно на 4 вправо умножить это на 10 плюс плюс с маска 0f 0f вот таким образом мы сконвертируем секунды в десятичный формат ну и сразу запишем по адресу секунд вот таким образом и то же самое для минуты часов так что то я не то нажал вот так вот вот так вот это у нас будут минуты и часы это минуты и это часы вот таким образом мы должны получить собственно время из микросхемы так прототип сюда так прототип сюда ну и давайте мы вот записываем время и должны его получить ну давайте опять же создадим несколько глобальных переменных чтобы у них все это получить дс get time у нас часы минуты секунды идут то есть нам нужно уже передать сюда адреса поэтому так вот пишем то есть мы тут сначала запишем в микросхему время а потом это время прочитаем и посмотрим правильно ли мы это прочитали этот нам вот это нам не нужно так у нас часы 23 минуты 57 и секунды 59 то есть мы сначала записали время в микросхему потом его прочитали и получили корректные так скажем значение в десятичном виде можно закомментировать вот это вот и уже получим текущее время у меня на компьютере 11 часов 17 минут 11 секунд то есть есть функция получение времени работает тоже корректно немножко изменил схему выход микросхемы подключил на d2 int 0 то есть это внешнее прерывание от меги 8 и реализовал такую индикацию времени вывожу сюда минуты сюда секунды и как видите синхронно происходит изменение изменилось время в микросхеме изменилось время на индикаторе значит как я это сделал написал функцию ds13 07 здесь я разрешаю прерывание вернее настраиваю int 0 на прерывание по спаду здесь я разрешаю прерывание int 0 и записываю в седьмой регистр микросхемы шестнадцатеричная 10 это запуск частоты в 1 герц то есть мы это уже знаем ну и соответственно я эту микросхему эту функцию вызываю в мейне дальше в самом прерывании я поднимаю единицу некоторый флажок назвал его update и собственно все и так же написал функцию ds13 07 showtime значит что эта функция делает если флажок update не 0 опрашиваю микросхему получаю секунды и минуты после чего ввожу это все на индикатор при помощи функции display и сбрасываю флажок в 0 это вот тот случай когда не нужно переводить это все в десятичный формат то есть я здесь ввожу скажем так в первый разряд ввожу десятки минут во второй единицы минут в третьей десятки секунд и в четвертой единицы секунд то есть конвертация здесь не нужна вот то есть эта функция раз в секунду опрашивает микросхему и выводит полученное время на индикацию и можно заметить что смена секунд происходит в момент падения в ноль линии SQV выхода микросхемы как только падает в ноль происходит обновление индикатора вот почему я использовал этот флажок скажем так заплатка скорее всего это глюк протеуса но флажок прерывания почему-то в единицу не выставляется я разбираться не стал и вот такой как бы просто придумал флажок искусственный так скажем вот все это работает все прекрасно но в железе если у вас микросхема D1207 новая это вот все работать не будет почему потому что есть вот этот бит CH и по умолчанию в новой микросхеме этот бит выставлен в единицу это значит что микросхема не работает и даже если мы там что-то там настраиваем частоты не будет время отсчитываться не будет пока этот бит выставлен в единицу поэтому нужно еще сделать вот такой момент нужно прочитать нулевой регистр и проверить старший бит на единицу ну можно просто сделать 128 то есть если S у нас больше 128 это значит старший бит выставлен в единицу вот старший бит выставлял единицу остальные в нуле это десятичное 128 и любые биты могу выставить единицу в ноль это значение всегда будет 128 или больше больше или равно 128 то есть если мы прочитали секунды грубо говоря и получили значение больше чем 128 значит нам микросхема отключена и нам нужно ее включить мы ее включим просто записью нуля в этот регистр вот таким образом уже будет работать и с новой микросхемой вот собственно и все что нужно знать про эту микросхему на мой взгляд ссылки как обычно будут под роликом всем привет с пол м пол пол